Друзья! Итак, для начала нашего так называемого карточного бизнеса нам, конечно же, нужны некоторые средства, так как закупить перспективный товар является нашей первоочередной задачей. А если денег у нас нет, то нам остается лишь приобретать в стиме условно-бесплатные игры и выбивать из них карточки, которые затем можно будет продать и, соответственно, получить за них деньги. И, кстати, игр таких море. Все, деньги мы с вами на стим положили, и следующий шаг это покупка коллекционных карт. Если вы хотите потренироваться, то я предлагаю покупать обычные карточки до 5 рублей, но если есть желание сразу пойти на серьезное дело, то смело берите металлические карты от 25 рублей и выше. Открою вам свою логику покупки вещей и не настаиваю на том, чтобы вы следовали точно по моей видеоинструкции. Ну и, конечно, мы разберем с вами конкретный пример с конкретными цифрами. Работаю я только с карточками известных игр, таких как Metro, Counter-Strike, Rust, Left 2 Dead, Skyrim и многими-многими другими. В том числе и с вещами из этих игр. И на этом примере мы с вами давайте будем работать с игрой Skyrim. Входим на торговую площадку, ищем игру и видим ряд карточек. Здесь могут быть как обычные карты, так и металлические и даже набор карт. Выбираем, например, самую дорогую металлическую карту и сразу обращаем внимание на то, сколько этих карт всего в данный момент находится в продаже. А дальше заходим в информацию о карте и наблюдаем график. И здесь мы обращаем внимание на нижнюю цену и верхнюю. И на то, как часто этот график пляшет от верхней границы и до нижней, и сколько карточек, и по какой цене продается на верхних и нижних значениях. И, конечно же, смотрим, насколько стабильна была цена на карту. То есть смотрим на график за разные промежутки времени. Итак, информация собрана. Начинаем анализ. В данном случае карточек в движении не особо много, но карта и не является редкой. Все же 250 штук это вполне нормально. Нижняя цена на графике 22 рубля, а верхняя 53. Куплена за 22 рубля была всего одна штука, то есть это была явно случайная покупка. Это означает, что за 22 рубля мы ее уже вряд ли с вами купим, если только случайно. А вот где-то за 36 рублей вполне можем приобрести. Далее смотрим на верхнюю точку. И здесь мы с вами видим то, что за 53 рубля тоже была всего одна покупка. Так что мы с вами можем вычислить, что продать эту карту в будущем можно будет не больше, чем за 43 рубля. При этом этот график не часто, но стабильно пляшет, хотя продажа осуществляется всего по 6 штук в день. Шаг между нашей предполагаемой ценой покупки и продажи около 7 рублей. И это еще без комиссионных стима, то есть в итоге чистыми мы получим где-то 6 рублей. Но лично я, основываясь на своем опыте, не рекомендовал бы покупать эту карту. В первую очередь из-за того, что сделки очень редкие. Я обычно интересуюсь картами, которые продаются от 20 штук в день. Очень часто люди хотят очень быстро избавиться от карты и продают ее вдвое, а иногда даже втрое дешевле цены, которая установлена на данный момент. И здесь нам уже пригодится информация о высшей цене продажи. Так как люди, которые хотят быстро продать карту, классуют именно на эту кнопку. Я стараюсь ставить свою цену по возможности выше, хотя бы на пару копеек высшего значения. И несколько раз получалось купить карту намного дешевле текущей цены и тем самым практически на халяву завладеть ценной картой, которую затем можно было бы очень выгодно продать. В данном случае мы готовы с вами купить карту за 36 рублей, но здесь указана максимальная цена в 44 рубля. То есть нам это совершенно не подходит. И в итоге нашего анализа мы задаем с вами границу, при которой произойдет автоматическая покупка карты и нам останется лишь ожидать, когда система нам ее купит. А ждать мы с вами будем от нескольких часов и до нескольких недель. А затем будем ждать и продажу. Разумеется, вы скажете, что 6 рублей на варос карты за пару недель ожидания это копейки. И будете, конечно, правы, ну а теперь представьте, что в вашем обороте не одна-две карты, а сотня и даже больше. Соответственно, чем больше у нас карточек в обороте, тем больше мы будем с вами зарабатывать. Разумеется, есть и риски, и здесь все зависит не только от везения, но и от здравого смысла. Конечно же, редкая металлическая карта на известную игру даже при самом плохом исходе сильно не упадет в цене, если она, конечно, не продавалась по завышенной цене. А если упадет, то обязательно рано или поздно вернется к исходному значению. Также я не рекомендую кидаться и покупать карту на только что вышедшие игры по большой цене. Это обусловлено в первую очередь тем, что игрок, выбив из игры редкую карту, видит, что карт сейчас на рынке не так много и завышает цену в разы. Позже другой игрок выбьет такую же карту и цена снизится. И так будет происходить до тех пор, пока цена на карту не станет средней по стиму. И помните, главный закон рынка – спрос рождает предложение, и чем больше предложений, тем ниже цена. На этом все. Пишите ваши вопросы в комментарии к этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok